Работа за минималку 15 возможных нарушений, которые по отношению к своим сотрудникам допускает транспортная фирма Гая Плюс. Так говорят те, кто недавно оттуда уволился. Очень часто были ситуации, когда нарушались законы о перевозке грузов, были ситуации, когда приходилось вывозить грузы из стран Евросоюза без дозволов. Нас заставляли срывать с этикеток, с палетов этикетки. В самой фирме Гая Плюс комментировать ситуацию отказались, заявив лишь, что отвечать будут перед судом. Недовольны политикой компании 10 бывших сотрудников. Говорят, при увольнении столкнулись с одной и той же проблемой — ни отпускных, ни зарплаты за последние месяцы работы. Оказывается, они остались в фирме должны. Тут она предоставляет мне два кассовых ордера. Якобы, она мне одолжила деньги два раза в месяц по две тысячи евро. 11 февраля и в конце февраля еще. 11 февраля эти деньги получить не мог, потому что я был в рейсе. У моего ребенка день рождения, я этот день очень хорошо помню. Такие ордера даются постоянно на подпись. Да, это якобы, она для себя выбирает деньги, чтобы государству не платить налоги. И нам зарплату с этих денег выдает. О существовании долгов работники узнавали только при увольнении. И говорят, что не помнят, чтобы подписывали ордера. Все свои претензии бывшие сотрудники оформили в виде заявления в прокуратуру. Кроме того, трудовая инспекция уже пять раз успела побывать с проверками в компании «Гая плюс». По поводу выплаченных денег инспектор не констатировал нарушения, потому что работодатель доказал, он предоставил нам платежные поручения, где работники получали деньги и расписывались за них. Поэтому у нас нет оснований утверждать, что работодатель не платит деньги. В инспекции не исключают, что ряд документов водители могли подписать, не читая их. Впрочем, с подачи прокуратуры делом занялась и госполиция. И действительно обнаружила нарушения. В результате проверки мы констатировали, что есть там нарушение, что есть нарушение учета информации о времени работы и отдыха водителей, а также и нарушение времени отдыха и работы. За это нарушение предусмотрен денежный штраф от 140 до 1000 евро. Сейчас свои проверки госполиция и трудовая инспекция завершили. Однако работники подавали заявление и в СГД, так как на предприятии может быть риск зарплат в конвертах. Ответ им обещали предоставить до 8 декабря.